Приветствую всех электриков, киповцев, любителей и профессионалов электромонтажных работ и просто всех любознательных и причастных Друзья, продолжаю ознакомить вас с назначением устройств и работой различного электротехнического оборудования Сегодня хотел бы рассказать про работу реле времени REV-120, в данном случае произведен в компании NOVATEK ELECTRO Понятно, что они не только релюшки производят В одном из следующих видео будет у меня обзор на универсальный блок защиты UBZ-302 Ну а в данном случае расскажу про реле REV-120 И сейчас камеру поближе подвину и продемонстрирую работу практически уже собранной схемой, готовой к применению Ну что, давайте начнем Поехали Итак, друзья, здесь перед нами уже фактически собранный и готовый для практического применения узел управления насосом Представим, что вот эта сигнальная лампа зеленого цвета это у нас насос И насос будет управляться датчиком реле уровня, вот этим поплавком Здесь магнитный поплавок и внутри этой трубочки находится геркон Такая капсула с переключающими контактами Вот у меня датчик реле уровня Здесь внутри у него простой перекидной клеммник Вот он так выглядит Здесь ничего сложного, все понятно Магнитик поднимается под воздействием силы выталкивающей и перемыкает контакты Это будем считать, что управляющая кнопка у нас такая И далее сейчас расскажу про основные элементы, которые здесь я собрал Это автоматический выключатель на 6 ампер, который питает всю нашу схему Клемник, тоже обратите внимание, видите, вот эти джамперы, это перемычки То есть если мы подсоединяем провод к какому-то клеммнику, он будет звониться вот с остальными тремя также Вот раз, два джамперы И в качестве таких электрических хабов, вот разветвителей, у меня есть клеммнички ВАГА Быстрозажимные клеммники ВАГА Контактор небольшой мощности Для подсоединения нагрузки То есть вот этого нашего двигателя В остальных обзорах то делал В основном реле подключают напрямую к нагрузке Но если нагрузка большая, например, больше 6 ампер То есть у него повышенная токовая составляющая будет через реле протекать И это значительно снижает срок его службы Поэтому для мощных цепей, конечно, лучше использовать контакторы Хотя здесь до 6 ампер он релюшка держит То есть для освещения, в принципе, пойдет И, конечно, схему можно бесконечно усложнять Добавлять сюда контакторы, дополнительные реле, какие-то элементы Вот, например, промежуточное электромагнитное реле Я его поставил для примера Вот оно вообще дает простор для фантазии любой И сейчас я просто уберу, чтобы оно нас не смущало В работе оно нам не пригодится Итак, реле времени Сейчас оно у нас поставлено на срабатывание 5 секунд 10 режимов работы у него Самый простой это режим А Вот посмотрите, видите Маленькая белая черточка Это режим А То есть он просто задерживает включение Если я подам напряжение сюда автоматом То он сработает, этот контакт Вот этот, через заданный промежуток времени Давайте посмотрим Лапочка должна загореться Вот на 4 секунды сработал пускатель То есть реле отработало по плану Еще раз посмотрим, как оно работает То есть включаем сеть Начинает мигать индикатор работы реле И срабатывает контактор Подает напряжение в сеть И двигатель у нас работает Следующий режим работы Режим работы Б Это задержка на выключение Сейчас я подам напряжение И сразу заработает наш двигатель Насос какой-то И через заданный промежуток времени Он отключится То есть на 4 секунды я срабатывание установил Далее Режим С Кстати, заметьте, что С каким звуком Сейчас микрофончик поставлю Режимы переключаются С таким щелчком То есть фиксированное положение Подстройка времени Десятых частей Значений Оно такое плавное А вот эти вот градиенты Секунда Десять секунд Минута Она тоже Происходит Таким щелчком То есть фиксированный Такой контакт Получается Здесь все такое Больно плавное Тут за этим нужно следить Вот сейчас у меня Поставлено на срабатывание Вот одна секунда Да Сейчас поставлено на Четыре секунды Если я поставлю На одну секунду И здесь будет четыре То это будет Четыре десятых секунды Сейчас вот проверю И вот эта штука У нас вся Будет Неумолимо Тарахтеть Сейчас выключу И То есть раз в полсекунды Происходит срабатывание Релье Переключаются контакты В этом режиме В режиме С И вот так он работает Понятно Далее Режим D Похожий на режим С Это задержка Перед отключением То есть сначала Реле сработает На включение И потом Через заданный промежуток времени Оно будет переключать контакты Сейчас я включу И оно будет Также отщелкивать С такой же частотой Но если мы поменяем Задержку времени Вот поставим Например На секунду То есть Она включится сразу Но отключится уже Именно через заданный промежуток времени Так давайте далее По режимам пробежимся Их подробно Можно все Почитать В инструкции Вот например Режим E Здесь уже Задействован управляющий контакт Вот наш поплавок Представим Что у нас Данный зонд Погружен в какую-то емкость Где накапливается вода Ну какая-то жидкость Для которого Преднастоящий И вот под воздействием Выталкивающей силы Поплавок Всплывает И переключает В какой-то момент Контакты в гирконе Так Включаем В режиме И представляем Что жидкость у нас Добралась до поплавка Поплавок поднялся И должен включиться насос И отработать Какое-то время Например Ну например Он должен Отработать 5 секунд Потом отключиться Итак Выставлен режиме Время срабатывания 5 секунд Подаем напряжение И представляем Что вот этот поплавок У нас Поднимается Под воздействием Выталкивающей силы Все Сработал насос Вода откачивается Уровень опускается Тык-тык-тык-тык Проходит за одно время Насос еще работает И через какое-то время Которое вы настроите Он отключается То есть я думаю Здесь Такой Наглядный Вариант Очень подходит Еще один вариант Следующий Это F Посмотрим Как он здесь работает Тоже Настройка 5 секунд И Сбросим И давайте Попробуем И тут уже Отсечка происходит Вне зависимости От положения Поплавка Думаю Здесь тоже Все понятно Следующий У нас режим Режим G Так Отщелкнули Время у нас 5 секунд Ничего не изменилось Подаем напряжение Представляем Что это у нас Управляющий контакт Включили Отпустили И после этого Только пошла Выдержка времени То есть Сейчас Время Реле Не работает Обесточено Задали ему Импульс Все 5 секунд Оно работает Это вот Такой режим G Следующий Режим H У нас Как он Себя поведет Пока Держим Кнопку Реле Работает Отпускаем Реле Срабатывает Тоже Через Заданный Примежуток Времени Следующий Это у нас Режим E Импульсное Реле Здесь еще Более Просто Все Нажали Перекинули Контакты Еще раз Нажали Еще раз Перекинули Контакты Это конечно Не совсем Подходит Для управления Насосом Каким-то Но Представим Что это Просто Выключатель Для управления Из там Многих Многих Мест Пожалуйста Раз Два Раз Два Два И последний Режим Это у нас Режим J Как он Работает Он должен Давать Какой-то Импульс На полсекунды Через Установленный Интервал Все Пять секунд Прошло И он Выдал Короткий Импульс Все Больше Он не работает Чтобы нам Снова Задействовать Этот режим Нужно Что сделать Нужно Снова Подать Питание И Через Пять секунд Независимо От Управляющего Контакта Он Сам По себе Сработает Через Пять секунд Дает Короткий Импульс Надеюсь Данное Видео Для вас Оразалось Не только Интересом Но И Полезным Не Звайте Ставьте Лайки Оставляйте Комментарии Пока Желаю Всем Безопасной Работы Счастливо В этом мире Столько Всякого Легко Себя Потерять Счастливо 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 Счастливо